Доброе утро! Ну и пока все взгляды прикованы к спортсменам-олимпийцам, мы продолжаем ставить рекорды в утреннем экспрессе. Тем более, что соревнования бывают совершенно разные, и чемпионом можно стать не только пробежав быстрее всех или прыгнув дальше, но и сварив, между прочим, вкуснейший, очень классный, бодрящий кофе. Абсолютно верно, дорогие друзья! У нас в гостях шеф Бористо Сити Екатеринбургских кофеин, двукратный чемпион Урала в категории Бористо, Кирилл Шляков. Доброе утро, Кирилл! Привет тебе еще раз! Доброе утро, Кирилл! Насколько мы знаем, в конце января прошел чемпионат, который вы выигрываете уже второй год подряд. Расскажите, мы от души вас поздравляем, это очень классный результат. Как спортсмены готовятся к Олимпиадам, разным родом чемпионатам, мы знаем, но вот как вы готовитесь к своим чемпионатам? На самом деле, там за мной стоит огромная команда, то есть у меня есть тренер точно так же, как у спортсменов, у меня есть команда обжарщиков, которые жарят для меня кофе специально, то есть нужно начать с того, нужно выбрать кофе, это самое главное, потому что, собственно... Кофе, прошу прощения, что перебиваю, с которым будешь выступать. Все правильно, да, с которым я буду выступать, то есть нужно подобрать профиль обжаренный, вот. Мы его подбираем, потом мы подбираем рецепт для напитков, вот, то есть это не просто так, потом мы делаем какую-то концепцию выступления, о чем мы будем рассказывать во время выступления. Вот, ну и, соответственно, мы потом склеиваем все выступления, и мы должны уложить приготовление 12 напитков, то есть нам во время выступления нужно приготовить 4 эспрессо, 4 молочных и 4 авторских. Это все с презентацией, и мы это должны уложить в 15 минут. И это очень много репетиций, то есть это около, там, минимум 50 репетиций, ну, то есть полных, полных, так скажем, прогонов, как мы это называем. Сколько зерен, сколько молока на репетиции. А во время презентации вы, получается, как раз-таки рассказываете о кофе, на котором вы делаете напиток, да, какой вкус должен раскрываться и так далее. Все правильно. Что-то самое сложное было в рамках чемпионата? Вот я понимаю, что вы, конечно, являетесь профессионалом своего дела, и, может быть, сложно сейчас вспомнить, но тем не менее. На самом деле, если взять конкретно выступление само, именно вот само мероприятие, очень долго было ожидание, вот, ожидание, потому что у нас его два раза переносили, из-за всем известных событий, вот, и очень долго ждали мы этого мероприятия, вот, это самое сложное, наверное, было в подготовке, потому что у меня уже опыт большой в плане подготовок и всего, вот, но ожидание ужасное. Вопрос такой, а, то есть было компетентное жюри, которое оценивало приготовленные вами напитки и презентацию, они суммировали баллы, собственно, а потом все получалось в результат. Все правильно. Ну, с нашей стороны будет просто преступление, не попросить вас приготовить кофе по-чемпионски, да, в нашей студии сегодня, тем более, что у нас все для этого имеется. Расскажите, что за способ, да, которым мы сегодня свариваем кофе и воспользуемся. В общем, я сегодня с собой взял очень удобный способ приготовления кофе. Это капсульная машина или капсульный кофе по-другому. У многих сейчас они имеют. Да, или дома, или в офисе, но вообще для меня это идеальный вариант для офисов, вот, когда у вас есть компания, да, там, вы в офисе, у вас там человек, там, 10-20, вообще очень быстро, вкусно, вот, и очень похоже на эспрессо, там, в кофейне, например. Вот, мы сегодня с вами попьем лунго, так называемый, то есть это кофе, вот если эспрессо, это кофе с коротким выходом, а лунго это ближе к американо уже, вот. Попьем сегодня кофе на мытой эфиопе, очень яркий, цветочный будет персиковый кофе. Вот, я думаю, вы удивитесь, когда пробуете. Что говорите? Прекрасно, ну давайте, давайте пробовать. Заодно смотрите, пожалуйста, если вдруг у вас еще нет такой кофемашины дома. Так. Все, все просто, получается, закидывается туда капсула. Вы в этот момент, кстати, хочу подчеркнуть, можете ходить, собираться, заниматься своими делами, у вас ничто никуда не убежит, не выбежит, не прольется. Вот вопрос такой, некоторые очень скептически относятся к капсульным кофемашинам, и говорят, что, ну, как-то непонятно в этих всех капсулах, мы так продемонстрируем, да, что там вообще внутри, что можно ответить вот людям, которые так скептически настроены. На самом деле, я бы не рекомендовал, конечно, скептически к этому относиться. На самом деле, там тот же самый кофе, который вы пьете в кофейне, только он запакован в пластиковую капсулу, бывает алюминиевую еще и бывает... Герметично. Да, герметично, да, запаковывается с азотом, то есть там безвоздушная атмосфера, то есть там кофе не окисляется, и он намного дольше живет, грубо говоря, то есть спокойно полгода кофе, то есть он во вкусе никак не теряет. Вот. То есть, по идее, мы можем, ну, грубо говоря, да, высыпать это все куда-то и приготовить другим способом этот кофе. Вполне, конечно, да. А, то есть так тоже можно. Конечно. Вот вопрос от меня, Кирилл, такой, если разбирать способы приготовления кофе, на профессиональной кофемашине, капсульной, в турке, либо заварите, может быть, в пакете, какой вы выберете и дадите предпочтение? Я выберу фильтр кофе, вот, то есть я в день очень много пью. Почему руку? Да. Пью дома, перед работой, даже учитывая то, что мне на работе надо его пить. Ну что? Так, давай сейчас быстренько с вами сейчас сменим, еще одну чашку приготовим. Пожалуйста, пожалуйста. Можно я закину, покажу, что очень все просто. Раз, два, три. Она, кстати, проваливается вниз. Да. Когда вы открываете... У нас работает гравитация, вот и так, представляете? Она проваливается вниз, и заправляется другая, потом здесь все выдвигается, и главное не забыть. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Пусть немножко подостынет, сейчас вторую приготовим, он когда остынет, будет даже вкуснее немножко. Ну, а это самый быстрый способ приготовления? Есть же еще френч-пресс, например, тоже достаточно быстро готовится. Или же все-таки это пока у нас чемпион по скорости? Ну, если взять все-таки домашнее приготовление, по скорости, это, наверное, самый быстрый способ. Вот, то есть, если мы в расчет не берем приготовление эспрессо в кофейне. То есть, мы кофейню с вами не берем для дома, это, наверное, самый быстрый вариант. Френч-пресс, например, это дольше, потому что кофе настаивается во френч-прессе, то есть, от 4 до 6 минут, по-хорошему. То есть, его нужно настаивать обязательно столько времени. А это вот, будет быстрее. Еще один вопрос к меня. Скажите, а как на цене отражается, допустим, приготовление чашки кофе, пользуясь капсулами, либо же просто, если мы берем там зерновой помол? Ты имеешь в виду, что дешевле, покупать капсулы или кофе? Да. Ну, в перспективе, если брать надолго, что вы будете стабильно дома готовить кофе, лучше, конечно, покупать зерновой кофе и так его готовить. А если вы, как бы, с переменным успехом все-таки пьете кофе дома, так удобнее, быстрее и дешевле получается. Но при этом, я думаю, что это отличный вариант для тех, кто, что называется, не хочет запариваться, да, выражаясь простым языком. Потому что, если вы покупаете зерновой кофе, насколько мне известно, его же нужно правильно молоть, в зависимости от способа приготовления. Вам нужна специальная, не механическая, вот эта кофемолка, которая там в пыль все стирает, а ручная желательно, да? Не обязательно, главное, чтобы должны быть правильные жернова, потому что, вот, которая живая, она просто, они дробят кофе, вот, и большая разница между частицами, получается, или совсем бревна такие большие, или совсем пыль. То есть, они завариваются по-разному, то есть, нужно, чтобы были жерновые, там, жернова металлические, желательно, вот, и правильно, то есть, не жерновая, чтобы кофемолка была. Тогда будет по-моему однородный. Исчерпывающе, да? Ну что, коллега, давайте попробуем. Вдохнем аромат свежесваренного кофе. Чин-чин. Кирилл, отдельное вам спасибо еще раз. От вас хочется спросить. Собственно, как Кирилл и обещал, фрунтовые, насыщенные ноты. Нет, я правда чувствую. Я сейчас тоже буду пробовать. Так, с первого вопроса задам. Вот у нас сегодня чемпионская история, да? Да. Что нужно делать, чтобы добиваться успеха? Вы, как профессионал своего дела, расскажите нам, пожалуйста, что самое главное? Целеустремленность, юмор, улыбка, что? Ну, это тоже, в первую очередь, тоже очень важно. Но на самом деле, с чего бы я сказал бы, что нужно делать, надо любить свою работу, как минимум. Хотя бы с этого начать. Как минимум. Вообще в любом деле. Да, в любом деле. Нужно любить свое дело, которым ты занимаешься. И как раз на чемпионате оценивается вдохновленность своей работы. То есть, судьи начисляют баллы тебе за вдохновленность, за контакт глазами, за сервис. То есть, это очень важно. Эти вещи всегда видно. Кстати, я только как раз хотел в завершении нашей беседы спросить. То есть, на чемпионатах бориста оценивается не только то, как вы готовите, но и то, как вы разговариваете, как вы преподносите свой продукт и так далее. То есть, общение и взаимодействие тоже важно. То есть, как у нас, во время выступления у нас есть четыре вкусовых судьи, которые оценивают на вкус напитки. Есть технические судьи, которые оценивают мою работу за станцией. То есть, мою работу за эспрессо машиной. Как я готовлю, насколько чисто я готовлю. Не делаю ли я лишние движения. Беру ли я правильно чашки. То есть, у них есть свои бланки, они это все оценивают. И есть главный судья, который контролирует всю работу за станцией. Технические судьи прямо около тебя все время ходят. То есть, мне уже на них, по большей части, я на них не обращаю внимания. Они мешают для новеньких судей. Они все время заглядывают в чашки там везде. Ну, это немножко тяжело. Взбивает, конечно. Психологически давит. В общем, если нас смотрят сейчас Бористо, пожалуйста, знайте, что к чемпионатам нужно очень ответственно готовиться. Здесь очень много аспектов оцениваете. И любить свое идея. И любить свое дело, конечно же. Любить людей, гостей, которые к вам приходят и так далее. Кирилл, спасибо большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Напоминаем еще раз, что у нас в гостях был шеф Бористости. Екатеринбургских кофеен. Двукратный чемпион Урала в категории Бористо Кирилл Шляков. А мы движемся дальше.